Добро пожаловать на мой канал, давно не снимала видео и те кто следит за мной в социальных сетях знают, что я уезжала отдыхать в Россию. Отдохнула я хорошо, искупалась в святых источниках, проезжала через Новгород и Тверь. Очень хотела побывать в Твери и в Новгороде, к сожалению, не получилось и проезжала я через Питер. У меня был самолет Киев-Санкт-Петербург, и очень хотелось бы мне побывать, полностью объездить, можно так сказать, весь город, побывать в Эрмитаже и вообще походить погулять. К сожалению, времени было мало, отдохнула я очень-очень хорошо. Итак, хочу вас познакомить со своими покупочками и начну, наверное, с замечательной палетки от Too Faced. Это палетка Chocolate Bar. Сводчики я показывать не буду, я вам просто расскажу, что я очень-очень довольна качеством, но, к сожалению, если сравнивать ее с палеткой именно от Urban Decay Naked, то палетка Naked вообще выигрывает, во-первых, по пигментации, по качеству, по тому, как она выглядит на глазах очень дорого. Мне нравится, как тени ложатся вообще, ну просто супер качество. А здесь немножечко есть оттенки, которые капризные, здесь матовые у нас, перламутровые, сатиновые, капризные, допустим, фиолетовые вот такой оттеночек. Есть некоторые матовые, капризные, вот, допустим, вот такой White Chocolate называется, он очень капризный. Если этот еще шампань, трюфель видно, если носить под бровь, то этот абсолютно такой, практически он, как, можно так сказать, меловой. А так, в принципе, очень хорошие оттенки, красивая упаковка, пахнет не шоколадом, пахнет какао. Так, в принципе, хорошая палетка, но цена, опять же, завышена. Если выбираете между Naked и вот такой палеткой, то выбирайте Naked. Ну, я бы вам советую. И далее у меня вот такая палетка появилась от Too Faced Natural Night. Здесь мне качество нравится чуть-чуть побольше. Здесь у нас тоже матовые, шиммерные. Шиммерные мне больше нравятся. Вот этот матовый Fashion мне не очень нравится. Он такой желтоватый. Я комбинирую эти оттенки. Держатся они очень хорошо, растушевываются они отлично. И, опять же, дизайн у них великолепный. Очень-очень красивый дизайн. Далее бронзер. Я использовала вот такой бронзер от NYX, которым на данный момент пользуются. Это бронзер во втором оттенке. Холодный оттенок, отлично ложится, растушевывается. Не забивает поры, не подчеркивает. Очень-очень нравится. И такой холодный, холодный оттенок. Подушка очень приятная. Такой пудровый аромат. Далее у меня появились румяна от NYX в оттенке рози. Это бюджетный вариант. И, в принципе, очень хорошее качество. Здесь несколько спетров. И светло-розовый, ярко-розовый. Тоже такой очень деликатный и нежный оттенок. Можно смешивать. Вот такой оттенок тоже хорошо держится. Практически целый день на моей коже, несмотря на то, что у меня эта зона комбинированная и нормальные, иногда сухие участки кожи. Далее у меня появились вот такие палеточки от MOA. Первая смолки. Качество потрясающее, великолепное. И эта палетка похожа на Smoked от Urban Decay. Идентичные оттенки. Хорошая пигментация. Отлично. Опять же, тушевка. Комбинируются эти оттенки. Хороший карандашик. Такой мягкий, угольного цвета. Можно тоже использовать в качестве подложки. Как подводку. Тоже, видите, вот такой оттенок. Угольный-угольный черный. Очень-очень нравится. И такая же у меня палетка от MOA. Матовая. Она уже подходит к концу. Как бы ее не хранила, она у меня сейчас не в идеальном состоянии. Но качество вполне очень хорошее. И сейчас они уже, конечно же, немножечко сыпаются, немножечко пылят. Но, в принципе, оттенки очень-очень нравятся. Особенно черный. Вот белый такой был, я его использовала. Вот такой темный оттенок. Очень-очень нравится. Далее. Любимейший мой Revlon Color Step подходит уже к концу. Очень нравится. Здесь невероятно приятная отдушка. Очень классно он смотрится на лице. Очень дорого, как вторая кожа. Стойкий. Равномерное, хорошее покрытие. Отлично маскирует. Я рекомендую, если вы не пробовали, увидите стенд с Revlon. Обязательно берите. Попробуйте. Очень классный. У меня в самом светлом оттенке. Называется Ivory. Далее румяна, которые у меня появились, это от Benfit. Королиста и Nirvana. Nirvana – это такой нежно-розовый оттенок. И здесь несколько оттенков в коробочке. И Королисту, наверное, уже многие знают. Очень красивый такой коралловый оттенок. Очень-очень освежает. У меня, в принципе, свочи есть на блоге. Вот так он выглядит. Опять же, невероятно приятно пахнет. Мне пахнет грейпфрутом. Ложится великолепно. Очень-очень нравится. И покупала я в Duty Free эти румяна. Но цена, конечно, у них такая вот кусающаяся, можно так сказать. Очень-очень дорого. То есть они не дешевые. И дальше у меня румяна от Benefit. Это Nirvana. Это такой ангельский оттенок. Нежно-нежно-розовый. И здесь, как видите, несколько сразу спектров. Очень-очень он нежный, этот оттеночек. Очень-очень нежный. И практически, не знаю, увидели ли вы на руке, потому что он очень такой бледненький. Варьировать его можно тоже этот оттенок. То есть с ним не переборщишь. И у меня в блоге, если захотите, зайдите, посмотрите. Сводчики есть. Очень-очень понравилось качество. Достойно. Коробочки оформления мне тоже очень нравятся. И я очень-очень полюбила эти румяна. Очень мне нравятся. И дальше у меня помады от MAC появились. Это помады первой в оттенке Ruby Woo. Вторая – Крем Denude. Ну, в принципе, кто знает, MAC часто используют. Вот такой оттенок. Это Крем Denude. И серия, текстура у меня Крем Шейн. Вот такой оттеночек. Пахнет карамелькой, печенькой. Это такой оттеночек под смоки. И оттенок Ruby Woo. Серия Мат. Вот такой оттеночек. Видите, как уже я активно использовала эту помаду. И помада Крем Denude. Вот такой оттенок. Под смоки, под интенсивный взгляд. То есть тени, допустим, какие-нибудь яркие, реснички. Такая телесная помада. Дальше я вам покажу свой любимый консилер от Vivienne Sobo, который является моим фаворитом. Он очень хорошо перекрывает синячки. Потрясающий консилер. Если вы ищете бюджетный вариант, и у вас тоже синячки, круги под глазами, обязательно попробуйте. Супер маскирует. Я в восторге. И на осень, и на зиму самое то. Постоянно у меня в косметичке. Так, дальше моим открытием был вот такой ролик от Biocon. Отличный продукт. Обратите внимание. Я рекомендую вам попробовать. Замена кореньер мгновенно разглаживает и увлажняет кожу вокруг глаз. И взывается сразу же несколько упаковочек. Далее покажу вам маску от Biocon. Основной уход с белой глиной, которая мне не понравилась. Но это все индивидуально. Потому что средство гель по уходу за сухой кожей мне очень нравится. Маска, к сожалению, не подошла. Не понравилась. Так, далее покажу вам лаки, которые у меня появились. Это Orly. Потом неизвестная фирма Happy Nails. Вот такие красивые оттенки. Вишневый и натуральный. И лак от Orly. Вот так называется оттенок. Обожаю эту фирму. Orly OPI. Мне очень нравится качество. Все великолепно. И оформление, и качество, и как выглядят именно лаки этого бренда на ногтях. Очень-очень нравится. И вот такие вот лаки. Так, это тон 0,46 и тон 0,30. Абсолютно они не держатся на моих ногтях. Этот только, вот сейчас он на моих ноготочках, этот лак. И носила его в три раза, чтобы добиться вот такого оттенка. То есть держится он у меня три дня без топового покрытия. А так, если в один раз, в два, то сразу за день он появляются сколы, трескается. И вот такой оттенок. И очень красивый, удобная очень кисточка. Красивое оформление, но качество, к сожалению, страдает. Ну, я, в принципе, выкидывать не буду. Я буду пользоваться, потому что очень красивые цвета. Буду наносить несколько слоев. Далее помада у меня появилась от Виктории Шу. Пока я ее тестирую, ничего не могу сказать. Вот такой оттенок. Вот сама помадка. Наносится она вроде хорошо, ложится хорошо, но какой-то у меня дискомфорт. Я не могу сказать, что она прям сильно сушит мои как-то губы, но что-то не хватает в этой формуле. Может быть, увлажнение. Далее покажу вам маску от... Называется она «Лошадиная крива». Маска «Сила, густота и блеск». Вот такая масочка. Я ее тоже тестирую и потрудно написала про эту маску в своем блоге. Есть еще такая маска из шампуня российский производитель. Стоит на порядок выше. Я хочу тоже попробовать со временем и сравнить качество. Пока я ее тестирую, эту масочку. И также у меня появились лаки от Sally Hansen. Вот этот лак я осталась разочарована, потому что он абсолютно нестойкий. Очень красивый оттенок. Оттенок 400 Virtual Violet. Вот так он называется. Абсолютно нестойкий и под басу, и топ, и в несколько слоев наносила. Он такой полупрозрачный, но очень красивый. И его, можно так сказать, братец. Это оттенок Bubble Gum 470. Абсолютно матовый. И этот лак уже держится намного дольше. То есть в 2-3 слоя, если наносите, очень красиво смотрится на ногтях. И держится он 2-3 дня спокойно, а предыдущий нет. И также у меня появились тени 2 Refilla. Это Турция. Вот такой зеленый, нежно-зеленый. И такой сероватый оттеночек. Серовато, даже может как-то бежевый, можно так сказать. Вот так выглядит пигментации. И, в принципе, качество неплохое. Вот так выглядит. Я взяла попробовать на пробу. Это не в Космо, не в ДЦ. А забыла, как называется эта сеть магазинов. Сейчас я, конечно, не вспомню. Но если кто-то увидит неплохое качество, как бюджетный вариант. Так, и также у меня появилась моя любимейшая сыворотка от Эвелин, которую я просто обожаю за качество. Придает объем. Рекомендую попробовать, кто еще не пробовал. Не могу сказать, что реснички мои стали длиннее, но как базу я всегда использую и очень нравится. И также я люблю свою базу от Эссенс. У меня во втором, по-моему, оттеночке. Она немножко темная, но отлично держатся тени и ее надолго хватает. Вот такие были покупки. Всем приятного просмотра. Пока-пока и до новых встреч!